Сотрудничество в сферах культуры и образования стало еще одной темой двусторонних переговоров. В программе визита кубинской делегации, встречи со студентами и поход в театр, подробности в следующем материале. Для гостей из жаркой страны теплый прием. Так делегацию Кубы встречали в Чувашском госуниверситете, ведущем в УЗИ региона, готовы обучать и студентов с Острова Свободы. На развитие гуманитарных связей делают ставку обе стороны. У нас сейчас в России более 250 кубинских студентов, 25 вузов в 9 городах в России. В этом году важная дата. Ровно 60 лет, как были восстановлены дипломатические отношения между странами. Юбилей отметят и общество дружбы Острова Свободы и России. У его истоков стояли Эрнесто Чигевара и первый космонавт Юрий Гагарин. А нашему земляку Андриану Николаеву вручали памятную медаль 30-летия революционных вооруженных сил Кубы. Михаил Игнатьев отметил, что Чувашия настроена на тесный диалог. В день визита иностранной делегации премьера спектакль «Токалора» так называют «Национальную птицу Кубы» поставил коллектив «Театра кукол» по пьесе журналисты из Чуваше Владислава Николаева. На сцене «Театра кукол» национальный колорит. Народные танцы и песни на русском, испанском и чувашском языках Куба становятся ближе. Наши новые поколения будут укреплять и углублять эти исторические отношения. Мы можем друг друга приветствовать на всех языках. Мы можем говорить «Привет! Аля! Салам!» и мы вместе. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.